Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале CBC в студии Телли Гусейн Заде. И в начале коротко о главном. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева совершили поездку в Агдамский район и ознакомились с ходом строительно-восстановительных работ. В период президентства Ильхам Алиев Азербайджан превратился в мощное процветающее государство. Территориальная целостность и суверенитет страны были полностью восстановлены в результате блестящей победы и успешных антитеррористических мероприятий. Еврозона в конце года войдет в рецессию впервые со времен пандемии, считают аналитики экономической ситуации. Стремительный рост цен на продукты питания вынуждает европейцев потуже затянуть земли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первые леди Мехребан Алиева совершили поездку в Агдамский район, где открыли ряд инфраструктурных объектов. Так, глава государства принял участие в открытии 110-35-10-киловольтной узловой подстанции Агдам, открытого акционерного общества Азиар-Энерджи, которая обеспечит 35-киловольтное энергоснабжение Ходжалы, Аскерана, Ходжавента, Агдаря и других сел и поселков. Президент принял участие в церемонии закладки фундамента Центрального парка Агдама, 4-го и 5-го жилых комплексов в городе. Все здания будут обеспечены постоянными водоэлектроснабжением, высокоскоростным интернетом. Отопление и снабжение горячей водой будет осуществляться посредством Центральной котельной. Также глава государства ознакомился и с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в комплексе «Имарят». Ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам, заложил фундамент села Гияслы Агдамского района. Президент Ильхам Алиев, первой леди Мехребан Алиева приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию Хачинчайского водохранилища после ремонта и восстановления. Достижения Азербайджана, которые под руководством Ильхама Алиева уверенно движутся вперед, и его растущий авторитет на международное арене является предметом гордости всего турецкого народа. Президент Турции Раджаб Тайпердуган поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. Узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, основанные на принципе «одна нация, два государства», как это было до сих пор и в будущем, продолжат формировать прочную основу для наших отношений, отметил турецкий лидер. Новых успехов в президентской деятельности и здоровье пожелали главе государства, президенты России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси. В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что двусторонние дружеские отношения успешно развиваются в различных сферах. Регулярные встречи и контакты на высоком уровне вносят вклад в расширение сотрудничества. Была выражена уверенность в том, что двусторонние связи будут расширяться и впредь. В ходе разговора главы государств также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества. 2023 год ознаменовался значимым для Азербайджана событием. Страна завершила процесс восстановления территориальной целостности. Решив проблему сепаратизма, Азербайджан под мудрым руководством президента Ильхам Алиева продолжил свое всестороннее развитие. Множество реформ и инновационных проектов, проведенных главой государства, как и до оккупации азербайджанских земель, стали мощным подспорьем для укрепления положения страны на международной арене. Стабильность, процветание и прогресс. Перечисленные слова как нельзя лучше характеризуют Азербайджан в уходящем году. Под руководством президента Ильхама Алиева были проведены успешные реформы, направленные на укрепление политической и экономической стабильности в стране. Экономика страны достигла наивысшего уровня развития. Азербайджан известен на весь мир как надежный партнер по поставке энергоресурсов. Не последнюю роль в этом сыграла реализация новых газовых проектов. При этом страна продолжила активную диверсификацию своей экономики, развивая не нефтяной сектор. В частности, такие отрасли, как туризм, сельское хозяйство, информационные технологии и другие. Одним из главных факторов обеспечения устойчивого развития Азербайджана стали также транспортно-логистические цепочки, формирующиеся на территории страны. Сегодня мы смогли перенаправить нефтяной капитал в человеческий ресурс. Мы знаем, что сейчас уже Азербайджан в международном разделении труда стал специализироваться в отрасли передовых технологий. Это зеленая энергетика. Мы знаем, что уже построено несколько электростанций, работающих на солнечной энергии, на ветряных энергиях. Я считаю, что это новая эпоха. После победы нашей армии во время Отечественной войны менялась общая ситуация как на региональном значении, так и в мире. Мы знаем, что актуализировалось средний транспорт на международный коридор через нашу территорию. Расположенный на пересечении востока с западом Азербайджан является ключевым игроком в регионе Южного Кавказа. Республика укрепила свои позиции в качестве самостоятельного, независимого, уверенного, надежного партнера и игрока. Страна активно развивает внешнюю политику, стремясь к укреплению своего статуса на международной арене. Многовекторная политика главы государства Ильхама Алиева, выстроенная исходя из стратегических интересов страны, вызывает огромную симпатию и глубокое уважение со стороны иностранных партнеров Азербайджана. Наши отношения с соседями хорошо сбалансированы и основаны на дружбе и взаимном интересе. Наши отношения с европейскими институтами также имеют положительную динамику. Я уже упоминал об энергетических проектах, о том, как мы поддерживаем Европу. Когда Европа попросила нас оказать эту поддержку, мы ее оказали. Потому что мы всегда стараемся помочь тем, кто нас об этом просит. Наши отношения с мусульманскими странами являются примером солидарности и партнерства. Азербайджан считается одним из наиболее активных членов Организации исламского сотрудничества. Все это охватывает почти всех членов международного сообщества. Наша политика всегда была направлена на оказание поддержки, когда кто-то в ней нуждается, и на демонстрацию дружественного подхода ко всем странам. Одним из ярких показателей возросшего к Азербайджану доверия со стороны мирового сообщества – право данной республики на проведение у себя крупнейших международных мероприятий. 74-й Международный астронавтический конгресс, саммит специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии, а также один из наиболее значимых – саммит стран движений неприсоединения, ради участия в котором азербайджанскую столицу посетили главы государств и правительств около 60 стран мира, а также руководители международных организаций. Хотя оно очень массовое по своему представительству, там почти 200 стран в него ходят, но оно было малозаметно и не имело такой роли в мире, которую оно стало играть благодаря председателям Азербайджана и личным президентам Амалии. С целым рядом его коллег, руководителям государств разных стран, особенно так называемых развивающих стран, которые просто с огромной благодарностью говорили о президенте Амалии как лидер движения и присоединения во время пандемии, когда он во весь голос говорил о том, что несправедливость, которая царит в мире, обязана быть преодолена. Вот эти самые вакцины, которые были созданы, должны быть более справедливо распространены во всем мире. Именно Ильхам Алиев как лидер движения и присоединения способствовал этому. Ильхам Алиев умело использовал свой опыт и познание в геополитике для привлечения внимания стран мира к многолетней агрессии Армении в отношении Азербайджана. Его активная дипломатическая работа привела к тому, что международное сообщество не стало чинить препятствия Азербайджану в его борьбе за правое дело. Своими силами Азербайджан восстановил историческую справедливость, обеспечивая выполнение четырёх резолюций ООН по Карабахскому конфликту, которые требовали от Армении немедленного и безоговорочного вывода вооружённых сил суверенной территории Азербайджана. Это стало возможным благодаря успешным антитеррористическим мероприятиям локального характера, проведённым в сентябре 2023 года. Меньше чем за сутки азербайджанская армия вернула под свой контроль все без исключения ранее оккупированной территории. Азербайджан, немедленно предприняв необходимые шаги, заслуженно наказал врага. Были начаты антитеррористические мероприятия локального характера, и всего за один день все стоящие задачи были выполнены. Террористы были наказаны, и Армении ещё раз было продемонстрировано, что на любую их провокацию будет дан достойный ответ. В уходящем году была продолжена программа великого возвращения на освобождённые территории. Только за 11 месяцев 2023 года в родные дома вернулась 901 семья. Больше 3500 человек. За это время были построены новые дороги, мосты, школы, железнодорожные пути, жилые комплексы и другие объекты. Наша государственная инвестиционная программа в основном будет направлена на освобождённые регионы Карабах и Восточный Зангизур. Во-первых, потому что нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тысяч человек. А для этого, конечно, необходимо вкладывать значительные средства в инфраструктурные и жилищные проекты, а также в проекты социальной инфраструктуры. В то же время эта территория, которая на протяжении 30 лет находилась под оккупацией, обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства, гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики, туризма. Поэтому это будет основным направлением государственной инвестиционной программы. Сегодня Азербайджан превратился в одно из ведущих государств мира, занимая достойное место на международной арене. Азербайджан – сильная и независимая региональная держава, уверенно идущая по своему пути, с которого её не заставят свернуть никакие угрозы. Благодаря решительным действиям президента Ильхама Алиева, страна является поистине суверенной, способной защищать свои интересы любой ценой. У нас в гостях Александр Шаровский, народный артист Азербайджана, главный режиссёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Мы очень рады вас видеть, господин Шаровский, и в столь прекрасный день сегодня у нашего главы государства, многоуважаемого Ильхама Алиева, день рождения, это лидер, который действительно выполнил все обещания, которые он дал своему народу. За 20 лет на посту государства он стал автором, подшедших в историю Азербайджана, действительно успехов и достижений. Что вы можете сказать по этому роду? Вы даже себе представить не можете, как я рад, что вы меня пригласили. У меня такое ощущение, что сегодня день рождения не только у нашего дорогого президента, у каждого гражданина нашей страны. По-моему, вот я сам в раннего утра на улице, на бульваре, все друг друга поздравляют, как будто это их личное день рождения. Если говорить о славе политика, то такой славы, такой поистине всенародной любви, какую заработал своим фантастическим трудом и своей победой в этой войне, наш президент аналогов найти трудно. И вот с самого утра я еще говорю, значит, вот я прихожу к Чайкану, и уже у меня на столе лежал торт. Мои друзья, которые раньше приходят на бульвар, принесли торт, чтобы я с чаем тоже отметил день рождения нашего президента. Вы знаете, вот когда-то я выступал по поводу нашего гениального лидера Гейдара Ильича, я сказал тогда, что, на мой взгляд, истинный лидер тот, для которого нет мелочей. Это что касается вооружения страны, что касается больниц, строительства, театров. Вот у меня такое ощущение, что он это передал своему сыну впрямую. Я никогда не забуду, когда Ильхам Гейдарович вместе со своим ангелом-хранителем, и ангелом-хранителем нашей страны, великой женщиной Мегрибан Хану Малеевой, пришел и подарил нам новое здание театра. Это был в 2008 году, этот день у меня навсегда останется в памяти, не только потому, что я был награжден орденом Шогрят. Это был первый орден, потом был орден Шараф, потом был почетный диплом, а потому что он так заинтересованно беседовал с коллективом, и он сказал тогда очень важные для нас слова, что поздравляю меня и поздравляю коллектив театра, что русский театр в Азербайджане навсегда. Ведь это пример истинного мультикультурализма. И я, мои друзья мне завидуют, мои внуки многочисленные мне завидуют, зная, что я иду сегодня на вашу авторитетную студию поздравить моего, нашего дорогого президента с днем рождения, и просили меня, уполномочили меня передать ему поздравления. И я, друзья мои, мои дорогие внуки, мои дорогие родственники, мои дорогие сослуживцы, я выполняю свой долг, я поздравляю от вашего имени нашего президента и желаю ему долгой-долгой жизни, здоровой жизни, счастья ему, его семье. И я, вот не знаю, имею ли я право, я хочу сказать, куда смотрит наш парламент. По описанным и неписанным правилам за такие победы, как возвращение исконных земель, по-моему, в истории Азербайджана такой победы не было, такого героического поступка не было, требуется возвести триумфальную арку и поставить памятник нашему президенту. Я очень прошу вас, господа депутаты, обсудить этот вопрос, это мое предложение как гражданину Азербайджана. Господин Шаровский, ну вот, говоря о театре, вы там проработали огромное количество лет, по-моему, больше... Не напоминайте мне количество лет. Это счастливые годы. Это счастливые годы. Вот какая сейчас ведется работа, да, вот в плане обустройства театра, работы? Ну вот я же недаром сказал, что в 2008 году Ильган Гидарович нам построил новое здание. В этом здании тепло, зимой, прохладно, летом, хорошее оборудование, как световое, так и звуковое, и мы можем работать на современном уровне, потому что сегодня без технического обеспечения работать в современные спектакли, делать их достаточно трудно. И вот очень показательный этот год, столетия нашего великого лидера, нашего вождя Гидара Алиева, мы приняли огромное количество, я боюсь уже сосчитать, шесть или семь театров, начиная от Дальнего Востока, заканчивая Петербургом, мы сами поехали на гастроли, и все под эгидой столетия Гидара Алиева. Значит, мы работаем с большим напряжением, потому что театр – это вечный двигатель, если нет новых спектаклей, если в театре ежедневно не идут репетиции, не только на сцене, но и в репетиционных помещениях, если в театр не приходит новая молодежь, если не ведется работа по открытию новых имен, как в драматургии, так и в режиссуре, то театр мертвый. Слава Богу, я могу сказать с чистой душой в этот день, великий день, день рождения нашего лидера, что театр в полном порядке. Ну, это только очень радует. Я так понимаю, театр – это какое-то целое государство. Это мини-государство. И я вот в этом государстве свыше 200 человек, и у каждого человека свой характер, и свои, особенно у актеров, которых почти 70 человек. И я всегда поражаюсь, значит, каким образом человек, отвечающий за всю страну, может удовлетворить чаяния и надежды разных слоев населения, разных наций. И вот этот мультикультурализм, как основа внутренней политики нашей страны, вот эта модель азербайджанского мультикультурализма, я, как вы знаете, с первого дня назначен президентом в обещательский совет Бакинского международного центра мультикультурализма и с удовольствием занимаюсь этой работой. И вот это все дает свои плоды. Дает свои плоды. Наша страна выгодно отличается от многих стран, даже, казалось бы, продвинутых европейских стран, где не могут найти общего языка ни со своим народом, ни между конфессиями, и только пытаются поучать. И мне очень близка позиция нашего президента, абсолютно независимая позиция. Мы сами строим свою жизнь, мы сами знаем, в чем ее секреты, и в чем ее достоинства, и как нам жить, мы сами тоже знаем. Господин Шаровский, как вы оцениваете ту работу, которая сейчас проводится в направлении ознакомления мира именно с нашей культурой, историей? Ну, что вам сказать? Значит, в этом деле как бы есть примеры более удачные. Мне кажется, что вот мы только сейчас начинаем понимать, как важно рекламировать, как важно пропагандировать наши ценности в мировое пространство. И на это не надо жалеть средств. Я рассматриваю в каждую нашу гастроль, каждый наш выезд за пределы нашей страны как повод, чтобы рассказать о нас. И когда приезжают к нам, и когда они знакомятся с нашей жизнью, с нашими традициями, порой они поражаются. Как это у вас получается? Получается потому, что есть ясная и четкая позиция руководителя страны. Есть ясная и четкая позиция Азербайджана в этом мире. Это справедливость, это гуманизм, это мультикультурализм и все со всеми вытекающими отсюда плюсами. Это только радует. И есть еще одна такая реальность сегодняшнего дня. Это состоит в том, что Азербайджан действительно идет уверенным по пути стремительного развития. И, конечно же, нашу страну впереди мы будем надеяться ждут только грандиозные успехи. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли и сегодня стали нашим гостем. Очень приятно. Спасибо. Александр Шаровский, народный артист Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского государственного академического драматического театра имени Самеда Вургуна сегодня был нашим гостем. Президент Ильхам Алиев притворил в жизнь главную мечту сотен тысяч азербайджанцев, которые десятилетиями не могли попасть на родные земли. Сегодня на освобожденной территории возвращаются теперь уже бывшие вынужденные переселенцы, которые вдохнут в эти земли новые жизни. Ильхам Алиев – лидер, выполнивший все данные народа обещания. За 20 лет на посту главы государства он стал автором вошедших в историю Азербайджана успехов и достижений. А с золотыми буквами имя Ильхама Алиева в историю писала блестящая победа азербайджанской армии во Второй Карабахской войне. В 2020 году, после 44 дней боев, Армения была вымушлена подписать акт о капитуляции. В апреле 2023 года Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, установив ППП на Лачинской дороге, а полностью государственный суверенитет был восстановлен в сентябре этого года. По итогам антитеррористических мероприятий, проведенных вооруженными силами Азербайджана в Карабахе, тем самым сепаратистами на азербайджанских землях было покончено раз и навсегда. В 21 веке ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и такой самоотверженности, как наша. Ни один народ не дорожил так сильно своей родной землей и не был готов умереть за нее. Мы все это хорошо знаем. Пусть знает и мир. 30-летние разлуки Азербайджана с огромной частью собственной территории положен конец. Президент Ильхам Алиев притворил в жизнь главную мечту сотен тысяч азербайджанцев, которые десятилетиями не могли попасть на родные земли. Сегодня на освобожденной территории возвращаются теперь уже бывшие вынужденные переселенцы, которые вдохнут в эти земли новую жизнь. И государство делает все, чтобы эта жизнь была безопасной и комфортной. На освобожденных землях реализуются сотни проектов. Идет масштабная реконструкционная работа. За три года после исторической победы азербайджанской армии на восстановление Карабаха и Восточного Зангизура потрачено уже 7 миллиардов долларов США. Масштабные созидательные работы проводятся под личным контролем президента Ильхама Алиева. Господин президент, самое главное, что вы подарили нам радость Ханкинди Ходжалы, Ходжавенда, Агдаря. Больше всего мы гордимся тем, что наш президент известен во всем мире. Мир его принимает. Мир прислушивается к его слову. Знаете, мир таков, что некоторые принимают, некоторые не могут принять. Не принимают. Но главное, чтобы мы делали то, чего хотим, потому что мы на правильном пути. Мы не заримся на земли других стран. Под руководством Ильхама Алиева в Азербайджане создана современная и могущественная армия. В ходе Второй Карабахской войны президент, верховный главнокомандующий, лично контролировал операции, напрямую отдавал армии приказы и оповещал народ о каждом населенном пункте, освобожденном от армянских оккупантов. Непоколебимая воля вооруженных сил Азербайджана заставила противника признаться в собственном поражении, а мир убедится в сплоченности азербайджанского народа вокруг руководства страны. Господин президент, хочу сказать, что нас два брата. Мы оба сражались за это село. Оба благодаря вам приехали в родное село. Наши дома, дворы очень красивые, замечательные. Большое спасибо. Я признателен вам. Да упокоит Аллах души наших шахидов. Вы и без того одержали победу за столом переговоров. А мы еще раз показали им на поле боя. Большое спасибо за все. Несмотря на агрессивную политику армянского руководства, Азербайджан до последнего пытался решить карабахский вопрос дипломатии за столом переговоров. Но даже когда война стала неизбежной, гибкая политика Ильхама Алиева позволила спасти жизни тысячам азербайджанских солдат. Без единого выстрела от армянской оккупации были освобождены Агдамские, Лачинские и Кельбаджарские районы. Время показало, что президент Азербайджана лучше всех знает, что, как и когда нужно делать. Да хранит вас Аллах за то, что вы освободили этот рай. Действительно рай. Да, радости детей достаточно. Особой заботой президента Ильхама Алиева окружены семьи героев, павших в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Необходимая помощь оказывается и ветеранам войны. За три года их пенсии увеличены шесть раз. Единовременные пособия выплачены семьям погибших военнослужащих и инвалидам войны. Им переданы 5300 квартир, свыше 14000 частных домов, более 7500 автомобилей. Посмотрите, сколько у него медалей. Ходжавент, Джебраил, Физули. За отличие. Хары-бюль-бюль. Я месяц участвовал в боях. Герой, такие как он, герой, освободили наши земли. Азербайджанское государство заботится о повышении благосостояния народа. За последние 20 лет расходы бюджета социального назначения увеличились более чем в 20 раз. Люди ощущают поддержку лидера, готовы выслушать их чаяния. Добро пожаловать. И вам добро пожаловать. Денис, пошлёт вам Аллах здоровья. У меня к вам единственная просьба. Хочу передать свою комнату вдове моего умершего сына. Мирибан Ханым решит всё, что нужно. Её сын умер. Она хочет, чтобы его семья, дети находились рядом с ней. Чтобы приехали сюда? Конечно, пусть приезжают. Все забухцы приедут. Как вам ваш дом? Удобный? Удобный. Всё хорошо. Наверное, через некоторое время приедут и близкие родственники бабушки. Она просит, чтобы они жили поблизости. Организуйте это. 20-летнее пребывание Ильхама Алиева на посту главы государства принесло Азербайджану много побед. Усилилась как экономическая, страны. Статистика свидетельствует о беспрецедентном прогрессе практически во всех сферах. Согласно опросам, рейтинг доверия президенту Азербайджана составляет почти 95%. Не случайно, что Ильхам Алиев 4, что побеждал на президентских выборах. Как говорится, победит тот, кто не дрогнет. Экономическая ситуация, в том числе стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители сказались на праздничных традициях. Хотя в этом году страны Европы начали понемногу восстанавливаться после ковида и влияния военных конфликтов, потребителям все равно пришлось экономить на рождественском столе. Растущие цены на энергоносители и высокие уровни инфляции сохраняются в ряде европейских стран. Для многих то, что всегда было доступно в период празднования Рождества, в этом году переходит в категорию излишеств. Праздничный сезон потерял свой блекс, так как экономия коснулась даже освещения улиц в период Рождества. В частности, приглушенный свет праздничных огней на одной из рождественских ярмарок в Будапеште не дает забыть После COVID-19 было много туристов и чувствовалось, что они хотят скупить всё. А сейчас всё не так. Даже туристы более осторожны со своими деньгами. Они покупают много вещей, но всё равно думают о том, что ещё хотели бы приобрести. Рост цен на рождественских ярмарках в Венгрии в основном вызван высокой инфляцией, которая в настоящее время составляет почти 10% в годовом исчислении. Год назад этот показатель составлял 26%. Снижение выглядит много обещающе, но экономика и жители страны пока ещё только отходят от шока. В прошлом году у нас уже был огромный ценовой шок, поэтому нынешняя однозначная инфляция не означает, что цены падают. Это означает лишь то, что скорость инфляции не такая высокая, как раньше, но некоторые цены действительно растут. Еврозона в конце года войдёт в рецессию впервые со времён пандемии, считают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. На это указывает снижение темпов роста два квартала подряд. Неутешительная ситуация ФРГ, которая считается локомотивом ЕС. Институт германской экономики спрогнозировал падение ВВП страны в будущем году на полпроцента. Жизнь в стране значительно подорожала. Многие люди с тревогой смотрят в будущий год, что также сказывается на праздновании Рождества. А последний глобальный экономический прогноз корпорации KPMG предупреждает об угрозах экономики Великобритании. Эксперты считают, что учитывая низкую производительность труда, рост экономики будет незаметным до конца десятилетия. Мы растём стабильными темпами. Это приводит к экономическому спаду или буму, потому что в них мы склонны видеть увеличение неравенства в доходах и богатстве. К сожалению, кризис хуже всего переносится теми, кто меньше всего может позволить себе справиться с ним. Они тратят значительную часть своего дохода на еду и энергию. Таким образом, часть программы экономического роста должна заключаться в том, чтобы подумать о том, как повысить уровень жизни тех, кто находится в нижних двух группах. Это означает, что нужно подумать об инвестициях в компании, которые смогут платить более высокую заработную плату. Международный валютный фонд повысил прогноз глобальной инфляции на будущий год. Фонд призвал центральные банки сохранять жёсткую монетарную политику до тех пор, пока не произойдёт долгосрочное ослабление ценового давления. Рост потребительских цен в мире в 2024 году составит 5,8%. Говорится в докладе «Перспективы развития мировой экономики». Самира Рзаева CBC В то время, как в Азербайджане накрывают агентурную сеть Пятой Республики, французы, беспокойные за её провал, начинают вандально мстить Баку с тиранием всего азербайджанского. С чем связаны антиазербайджанские шаги Франции, которые набирают в последнее время обороты, и чем они обусловлены, мы обсудим с Юрием Лагуниным, главным редактором интернет-издания «Ньюс Уолл-стрит Израиль». Здравствуйте, Юрий. Добрый-добрый день, друзья. Все-таки, как вы считаете, почему страна, где национальный девиз это «свобода, равенство и братство» ведет в последнее время антиазербайджанскую политику, вместо того, чтобы заниматься своими внутренними проблемами и репутацией в том числе? Ну, конечно же, это случилось не вчера, и, наверное, я думаю, что многие уже в Азербайджане до конца осознали истинную любовь Европы, истину любой Франции, в данном случае, к Азербайджану. Все их цели уже понятны. После того, как вот эта была группа накрыта, люди, которые должны выполнять свой долг, журналисты, абсолютно лицемерно прикрываясь своей профессией, занимаются вещами, которые, ну, в миру называются шпионаж. Это называть нужно вещи своими именами. С другой стороны, вся система европейских ценностей, она должна давно уже пересматриваться, и она уже практически полностью изменилась. Современные журналисты европейские, это в основном люди, которые, как и другие, начали жить по принципам думать о своем кошельке, о своем богатстве, о своей карьере, и абсолютно наплевательские отношения к той же самой правде, которую они должны преследовать. Если вы обратите внимание, это является достаточно показательным моментом, когда пресса начинает уже говорить не то, что происходит, а начинает людям говорить, что они должны думать о том, что происходит. Ведь на сегодняшний день, если убрать в сторону выступления главных политиков или президентов стран, основное пространство, медиапространство занимает в Европе аналитики, которые ориентированы и изначально ангажированы. Они не являются нейтральными. Эти люди, которые не дают правду, они дают некую точку зрения, которая с кем-то согласована. Ведь сегодня пресса, она также является тем самым, уже, как говорят, не пятой колонной, она является вот этим самым элементом прессинга, например, на суды, которые выносят политизированные решения, так как они должны обращать внимание на то, что происходит в людях, то, что происходит, я имею в виду, в народе. Когда им пресса говорит, что, ребята, вот народ требует, и сегодня уже даже суд, он не является абсолютно беспристрастным, как это было раньше, еще 30 лет назад, суд сегодня в Европе является абсолютно ангажированным, и никакие честные решения сегодня практически не выносятся, потому что каждый судья обращает внимание на ту самую прессу, которая может просто любого человека в Европе превратить в мусор, о котором никто ничего не вспомнит. То есть, мы видим яркое деление, если брать вообще цивилизованный мир на, скажем, глобалистов, на центристов и националистов. Единственное, что, конечно, национализм, он сегодня в Европе среди глобалистов всячески предается такому, знаете, ну, создается имидж, что национализм это что-то плохое. То есть, если вы поговорите с любыми журналистами, они скажут, что, оказывается, демократия это государство, где можно с утра до вечера унижать достоинства своего флага, своего президента, своих традиций, что это является нормальным, это демократично, а вот если государство, где люди уважают власть или, например, уважительно говорят о президенте, то вот это уже диктатура получается, потому что по европейским меркам нужно постоянно унижать все, что связано с национальной историей, культурой. И это называется свобода слова. И поскольку сегодня уже журналистика, как таковая, перешла вот эту вот красную линию, когда она, как я сказал ранее, не говорит правду, а говорит людям, что является правдой, и это уже становится неким законом, то есть если все говорят, что это плохо, значит у тебя не должно быть свободного какого-то мнения, это уже сегодня является трудным тоном. Вот эти все факторы подвели к тому, что, как мы уже видим, Азербайджан, я думаю, все уже в Азербайджане увидели, каковы основные вот эти вот ценности или какие цели по отношению к Азербайджану. Поскольку, если ранее, вы знаете, когда еще был Советский Союз, то безусловно был некий монолит на Западе, который боролся со страшным Советским Союзом. Когда Советский Союз распался, то, судя по всему, в Европе многие так и не знают, что появились новые государства, и что Азербайджан это независимое государство своей политикой. Они действуют этими старыми методами, они просто, знаете, расслоились на разные группировки, которые отвечают за тот или иной регион на постсоветском странстве. Соответственно, никакого уважения они не считают должным выражать по отношению к Азербайджану. Это некий конкурент, это вызов, который необходимо в той или иной степени задавить, унизить. Вот как мы видели с той же разведслужбой Франции, которая устроила вот эту абсолютную какофонию. Это абсолютно просто выходит за какие-то рамки здравого смысла, при том, что Азербайджан никакой угрозы Франции не несет вообще. И вот этот момент, он тоже достаточно показательный. Мы видим, как Макрон сейчас терпят неудачи как во внутренней, так и во внешней политике и даже рейтинг. То есть падает не только самого Макрона, но и вот Франции в целом. Вот все-таки к чему в итоге привезет такая политика? Ну, если он не покинет, конечно, президентское кресло. И есть ли вообще какой-то, ну, иной выход в сложившейся ситуации? Ну, конечно, это зависит от того, что будет происходить в дальнейшем в Европе. Европа входит в рецессию. Мы видим, как страдает та же сталинитейная мануфактура, которая сегодня в Германии терпит огромные убытки и становится нерентабельной. Нужно понимать, что качество немецких станков это действительно было, как мы говорили, немецкое качество. И все самые востребованные производства, которые действительно производили до сегодняшнего момента технику, которая славилась во всем мире, понимают, что они нерентабельны. И этот процесс, который происходит сейчас, он достаточно долгоиграющий. Пока есть движение денег, работают биржи, сырьевые, финансовые, естественно, для основной массы людей ухудшение будет постепенным, но со временем оно может стать резким. Во всяком случае, нужно говорить, я думаю, так, что чем больше проблем будет у Европы, тем меньше у них возможностей будет давить, например, на Азербайджан, потому что внутренние проблемы, они как снежный ком навкапливаются. Пока Европа ищет возможность решить свои проблемы за счет других игроков, например, за счет дешевой нефти из Азербайджана, попытки сделать вид, что мы друзья Азербайджана, но на самом деле нам нужно вот это. То есть, вся вот эта политическая возня, она пока еще имеет место быть. Но по мере того, как ухудшаться положение в Германии или в Европе, ну, во всяком случае, в тех государствах, которые являлись прообразом создания Евросоюза, там, Франция, Италия, вот все эти государства сегодня находятся в тяжелом экономическом положении. То есть, это говорит о том, что чем больше у них проблем, тем легче будет всем остальным, которые уже достаточно долго страдают из этой вот политики, реваншистской политики, попыткой подмять под себя те или иные государства на своих условиях. Соответственно, здесь нужно время и, конечно, нужно укреплять внутренний фронт. Безусловно, внутренний фронт для Азербайджана сегодня, в первую очередь, это культура. Это культурное наследие, это каждая страна, которая окружает Азербайджан, должны понимать, кто перед ними, что это за государство, кто эти люди. И если найдутся страны, которые готовы будут принять Азербайджан как независимое государство со своими ценностями, со своими задачами и заботами, соответственно, тогда происходит дружба, нормальные взаимоотношения. Со стороны Франции за последние годы я не видел никаких действий кроме популизма, чтобы я мог сказать, что действительно, безусловно, Франция, она заинтересована в нормальной дружбе с Азербайджаном. Этого не прослеживается. А то, что происходит во Франции сейчас, это же, как я сказал, уже время покажет, к чему это придет. Но с другой стороны, я не считаю, что новый президент Франции, он сможет вести какую-то независимую политику. Потому что сегодняшние политики, в большей части французские, они являются сторонниками глобализма, а также нового глобализма, который подразумевает еще большее размытие своих истоков, своих национальных интересов и ценностей. Поэтому, безусловно, надеяться на слабость врага, ну, скажем так, назовем вещи своими венами, особо не нужно. Но в любом случае надо понимать, что если эти слабости будут продолжаться и такая же вот беззубая глупая политика будет продолжаться, это все для Европы печально закончится. Главное, не стоять рядом, когда посыпется вот это мощное европейское здание всем на голову. Спасибо. Спасибо большое за ваши комментарии. Юрий Лагунин, главный редактор интернет-издания New Wall Street Израиль к нам подключался. В результате взрыва на заводе в Индонезии на острове Сулавеси погибли 13 человек и 38 пострадали. Среди погибших 8 индонезийцев и 5 граждан Китая. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Чрезвычайное происшествие произошло на никелевом предприятии, когда после ремонтных работ вспыхнул пожар, который и привел к взрыву кислородных баллонов. Огонь к настоящему времени потушен. Завод в Индонезии принадлежащий китайской группе компаний, крупнейший в мире производитель нержавеющей стали и никеля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь высказался на тему присоединения Украины к Евросоюзу. На этот раз одной из главных причин невозможности рассмотрения заявки Киева он назвал нахождение на территории страны российских военных. Ранее глава правительства также высказывался против вступления Украины в НАТО и оказания ей финансовой помощи. О причинах конфронтации Будапешта с Киевом в нашем следующем материале. Готов ли Евросоюз принять в свои ряды Украину, учитывая, что на ее территории находятся российские военные? Такой вопрос премьер-министр Венгрии Виктор Орбан адресовал Брюсселю. По мнению премьера, для принятия какой-либо страны в Евросоюз необходимо четкое определение границ ее территории и численности населения, что в ситуации с Украиной не представляется возможным. Орбан напомнил, что на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря выступил против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но не смог переубедить лидеров других 26 стран сообщества, настроенных иначе. Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальной статистики. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать в Евросоюз. О какой территории мы говорим? О какой численности населения? С самого начала военных действий на территории Украины Венгрия выступала против вмешательства Евросоюза в конфликт. Наряду с этим Будапешт и по другим вопросам придерживался принципиально противоположного ЕС внешнеполитического курса. Встречи премьер-министра Орбана с президентом России Владимиром Путином дали повод обвинить Венгрию в пособничестве в Москве. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас резко высказалась о дружбе Орбана и Путина, напомнив также про венгерское восстание 1956 года, которое было подавлено советскими войсками. Тогда жертвами вооруженного столкновения стали не менее 2600 венгров и 600 советских военнослужащих. «Это было очень неприятно видеть. Как можно было пожать руку преступнику, который развязал агрессивную войну? Тем более, мы говорим о лидере Венгрии, страны с такой историей. То, что произошло в Венгрии, и то, что там сделали русские, это не такое уже далёкое прошлое». Вопреки всем обвинениям, Орбан заявляет, что его позиция обусловлена лишь интересами самой Венгрии. Основными аргументами премьер-министра являются неоправданно высокие траты, требуемые для поддержания милитаристских запросов Украины, а также средства, необходимые для восстановления страны. По мнению Орбана, ЕС не может позволить себе долгосрочного финансирования Украины и своего бюджета. В связи с этим на саммите Евросоюза Венгрия заблокировала решение о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. «Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений. Каждый добавит туда сколько хочет и оттуда будем отправлять деньги Украине. Сейчас Евросоюз платит из внутреннего бюджета и это его разрушает. Семилетний бюджет сообщества был израсходован менее чем за три года». Помимо разногласий в сфере финансовой помощи позиция Будапешта не менее категорична в вопросе принятия Украины в НАТО. Виктор Орбан считает, что присоединение Киева к Альянсу приведет к неизбежному расширению конфликта с вовлечением других стран. Он не раз признавал что не хочет чтобы Венгрия была втянута в войну. По его словам интересам Будапешта не соответствует союз с страной которая находится в состоянии военного конфликта с другим государством. Фарид Аделов Абухая Джафарова Си-Би-Си Ну что ж это был вечерний выпуск новостей я с вами прощаюсь всего доброго до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова